Всем привет, с вами Деликатес, и вот я прошел испытание Дьявол на золото, и вот награда Метка Проклятия. Может призвать заблудшую душу, а бивачное можно использовать на биваке. Узнаем в следующем испытании. Так, это испытание башни. Имперские солдаты оцепили башню чародейки, которая по слухам знает нечто важное для императора. Возберитесь на башню чародейки, полную разнообразных ловушек и причудливой магии. В конце вас ждут ответы на вопросы. Пища. Умилостивьте каменные хранители врат, принеся им пищу, чтобы подняться в башню. Имперцы, приготовьтесь к бою с империей. Тогда по припасам берем метку, пищу и молоток рабочего. По снаряжению берем лицо гладиатора, пища, кольцо концентрации, это для карт. Мало ли попадется. И вот это артефакт Калбьорна и очень интересные карты. Ни разу я не пользовался, буду пользоваться в этом испытании. Это для пищи, пищи, кости. Это для маятника. Это для пищи, оружия. Повстреча, забытые грезы. Кстати, чтобы выполнить дьявол, нам нужна карта забытые грезы, а также карта пустыни. Зачем нужна карта пустыни? Чтобы не вращаться к Каполеону в последнем задании. И построить себе путь. Вот эта карта, она расставляет, то есть заполняет пустые ячейки на карте. Вот этой карты именно. Вот. Чтобы пройти на золото, задание дьявол, нужно сварить зелье. Ну, чтобы Теофил сварил зелье, забрать у него его. И также ему это зелье потом отдать. Он будет к нам благосклонен. Он уйдет. Потом использовать эту карту, переход по пустыне. И добраться к Астреле. Спасти ее. И мы получаем вот это кольцо. За то, что спасли Теофила, а также спутников. Вот и все. Также берем задание тогда. Забытые грозы. Вот это. Так, это по припасам. Пища. Снаряжение. Пища. 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 Задание Астрелы. Как всегда, я его, наверное, провалю сразу же. Потому что к этой карте нужен артефакт имперской бремени. А когда я его получу, хрен его знает. И где его берем, чтобы получить припасы. Начинаем. Не только вы хотите подняться на вершину. Во всех смыслах этого слова. Башня. Имперский лагерь полный солдат ожидает вас у подножной башни. Кто-то спит, кто-то готовит рыбу на костре. Старый солдат приветствует вас. Хардвик. Генерал шестого легиона. По какому вы здесь делу? Попросить пустить башню. Я отправил слишком много людей в эту забытую создателем башню. И никто из них не вернулся. Если хотите войти в нее, пожалуйста. Мы ждем, пока не появится эта предательница. Конечно же, солица не дала нам описанием предательницы. Все, что они сказали, это то, что она замешана в каком-то заговоре. На первом пролете есть дверь. Ее невозможно открыть силой. Нужно дать каменной горгуле, что стоит рядом с ней, подношение из фруктов и хлеба, чтобы открыть дверь. Нужно дать ей 10 пищи. Вы у башни. Давайте не будем заходить в башню, а исследуем местность вокруг башни. Дурная слава. Вы проходите через деревню. Жители деревни дружелюбно кивают вам, как и любому путнику. Уличный боец. Давайте сразимся. С кем? С кем, с кем, с кем. С имперцами? Давайте с имперцами. Мы как раз молоточек прокачиваем. Нужно бить по блоку. Как всегда, начнем со способностей стрелы. Давай, гаси. Минус один. Все-таки задел, как пока я делал добивание, да? Сколько недочетов у этой игры, а? Черт, куда ты? Блин. Я не успел вернуться потом, как воскресал ее. Блять. Так, все, сосредоточились. Так, все, сосредоточились. Блин, ненадолго я забыл, что это на время. Жизнь 20. Золото 3. Одна часть снаряжения из двух. Клинок урожая. Давайте возьмем сразу. Будем получать пищу. О, черт. Да почему эта карта в самом начале появляется? Почему, сука? Чтобы выполнить эту карту, нам нужен артефакт имперских бремя, чтобы у нас было уже в инвентаре. Ну, естественно, я его еще не получил. Эта игра начинает меня все сильнее и сильнее бесить. Так, вон там золото. Давайте возьмем. Так, и справа есть, да? Давайте пойдем слева. Аккуратненько идем, аккуратненько. И вот направо я уже камеру не могу столько повернуть, блядь. Дебильное управление, сука. Нереально калят в некоторые моменты. Просто вот нереально. Так, ладно, у меня есть карта. Я потом переиграю эту карту. И надеюсь, к тому времени я достану этот артефакт. Золото 40. Ни хрена себе нам повезло. Вау. Вау. Постойте, он не дает вам достать золото. Он что-то посчитывает в уме и наконец решает совершить странный поступок отдать вам тяжелый мешок золота. Ну, ни хера себе. Я вначале эту карту не начал читать, потому что я думал, он опять меня бороднет. Он делает движение, чтобы выпутать вас из сети. Он останавливается и тихо бранит себя. Через некоторое время он с мужчиной прощается, предоставляя вам выпутаться самостоятельно. Короче, мы проходим. Если у нас нет достаточно золота и пищи, короче, он нас не ловит в своей сети и идет дальше. Вот и все. А тут он нас поймал. Дурная слава. Вы проходите через деревню, и тут краснолицый пьяница хватает в азарку. Эту наемную душу заносило в сгоревшую деревню Брайден. Жители деревни отказываются поверить в то, что вы невиновны. Кругом острые виллы, раздается визгливый голос. Согласится ли ты? А согласишь ли ты на испытание огнем? Убийца. Если дело дойдет до драки, убийство жителей деревни только увеличит вашу дурную славу. Если принять испытание огнем, они нас будут сжечь. Поэтому, естественно, попытаться сбежать. Почти. Вот поэтому я взял вот это испытание маятника. Короче, все равно будем сражаться с фермерами. Ладно. Еще бы меньше вот эти штуковины сделали. Ну, нереально попасть вообще. В силу того, что я нажму мою кнопку, она еще со временем. Так, ну... Тогда... Тебе удар. Тебе удар. Каждому по удару. Че? О-о-о-о-о-о-ой, блядь. Дебиль на управление, какие бы ненавижу. О, как меня кралит уже эта игра. Просто нереально. Из-за этих тупых испытаний. Короче, хочешь проходить одно испытание на золото? Уполняй вообще все испытания. Переигрывай, переигрывай, переигрывай. И так далее, и тому подобное. Давайте посмотрим, что на биваке там есть. Снаряжение какое? Святая Диадема уже нам не надо. Давайте используем артефакт. Как-то далеко за полночь, накануне полнолуния, ваш зов является Теофил, призрак, спасенный вами от рабства у злодея. Здравствуй, смертное создание. Знакомым тоном скрежет... 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 Нам понадобятся те же компоненты, что и в прошлый раз. Их непросто найти. Вам не хватает еще три благословений. Вам нужно первого ангела, вам нужен урок дьявола. Признаться, что у вас нет всех необходимых ингредиентов. Еще бы, отвечает Теофил, не представляю, как смертный может собрать их не единожды, но дважды за жизнь. Может быть, в другой раз, говорит он, тая в воздухе, подобно полузабытому поутру. Ля-ля-та-па-ля. Снется с бивака, идем дальше. Дева дай нам припасов. У нас все уже кончается. Пища семь, пища пять, отлично. Банда головорезов. Сейчас я вытяну большой провал. А нет успех, ни хера себе. Несколько сомнительных типов. Выходит из шатра, с ними группа скелетов. Короче, драка, драка, драка. А если вытянуть большой провал, что я делал в прошлой серии и проиграл, потому как этот огур просто, не знаю, за полкарты меня бил, это пиздец. О, сейчас здесь много пищи возьму. Так. Еще плюс одна пища. Еще плюс одна пища. Да блин, я же на добивание шел, сука. Да почему у них удары проходят, а? Да. Дальше. Дальше. Клик. 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 Тихий. чёрт мне еще нужно было один удар и я бы еще пищу получил ну ладно получаем снаряжение святая диадема и золото плюс 20 не преследуй нас да 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 особенно хотелось немного серебра и шанс изменить мир на ваше усмотрение серебряный олень скитаясь по лесу вы замечаете оленя светящегося серебряным светом попытаться приблизиться к оленю давайте попытаемся дышите у вас хорошо получилось вы приближаетесь с осторожностью олень смотрит на золотыми глазами но не убегает попытаться погладить его предложить ему пирожок ночь предложим ему пирожок осторожненько нам нельзя проигрывать ну нахер я лучше подожду но точно попаду ненавижу маятники вы протягиваете оленю пирожок с пряностями осторожно его обнюхав олень откусывает от пирожка позволяя погладить себя по мягкой пятнистой шерсти серебряный свет окружающий олени переходит на вашей рукой поглощает вас вы ощущаете странное чувство в коленях и видите как ваши монеты растворятся и их место занимает другие монеты это странно но вы чувствуете как ваша дурная слава меняется я 87 золота проебал просто не все в славу вы задумываетесь над тем нет ли последовательности у магии серебряного света то есть золото и слава поменялись оставив вас в раздумьях олени бегает в лес конечно же в золото лучше оставила нахер мне столько славы вы у башни войти в башню исследовать новые земли взять эту карту потери золота давайте войдем башню а нет я же не могу взять я же не могу войти в башню потому что у меня нет пищи давайте использовать новые земли чтобы сэкономить время вы платите за проезд проходящему караван золото минус 20 того у нас нос 0 золота охуенно выступайте в неизвестность темные переводки получим сейчас снаряжение доспех обжорство вот то что нужно с увяданиями какая же это все-таки тупости черт давай стрел давай давай вот отлично еще плюс пища и еще плюс пища пойдет пойдет зато теперь у нас доспех обжорство теперь каждый раз пока дому пути плюс 1 пища мы будем получать еще пищи о норм еще пищи сейчас возьмем чуть дальше следу опять дурная слава а так бы попал черт на областном сразу башни возвращаться Продолжение следует... Давайте еще раз пройдем Провал Будем сражаться с Огром Просто замечательно Опять со своей автонаводкой Продолжение следует... Уф... Бищучий Огр с автонаведением Вообще хреново противник Так, что возьмем? А вот это возьмем Не впечатленный фермер Еще одна возможность найти то, что вам нужно Вы видите, как другое путешествие Не покидает ферму с большой корзиной Свежих овощей и сладких пирогов Он ухмыляется, проходя мимо вас Выглядит страшно довольным Старый фермер машет вам рукой Как только вы проходите к его ферме Эй Перекати поле, кратчит он Ты мелкой рыбешкой Или из героев будешь Подойди ближе, чтобы я Смог разглядеть тебя Подойти к фермеру Он прищуривается и восклицает Восторженно хлопая Ага, это вы Ваше присутствие Большая честь Он оставит на том, чтобы дать вам Перед уходом корзину Полную свежевыпеченного хлеба и фруктов Круто Не впечатленный фермер Чудища из легенд Давай сейчас по-быстрому выполним Большой успех Вау, вау Так, давайте пощадим И получим Обильный урожай Золото, когда вы вытаскиваете две прибыли карты Одно уйти его подряд Дает плюс 7 золота Окей, окей Ладно, не получилось Но не беда Забытые грезы Уличный боец или дева Давайте дева Просто возьмем припасы Зачем нам лишнее Мозгануть, поняли Вроде мы ничего не получили, да? А, вон у нас там карта появилась Точно Вот сейчас возьмем золото И немножко пищи Если будет Золото в конце уровня Также нету А, вон уйти А, вон уйти А, вон уйти А, вон уйти Аккуратненько Здоровье лучше не терять Сл aí Я... Аккуратненько Сл пятыми вот здесь 5 единиц золота все прошли блин раньше мне эта карта нравилась больше и 21 здорово и можно учить и золото и пищи крутая сейчас она изменена видимо этот дилер постарался пищи 15 вау круто давайте проверим тогда вот эту карту бедняцкая болезнь пол и сейчас еще пищи возьмем сразимся с оскорененными ну нахер я больше никаких оленей гладить не буду они золото превращается в славу нахер мне слава да да нахер она нужна нет нет Блин, чуть-чуть времени не хватило. О, стопища идиотов. Короче, я хотел увернуться, но эти придурки встали прямо... Я не смог, я не смог, они как стена. Через них не перекатывается. Ладно. Нормально, мы так получаем сейчас. Еще пища 15. Неужели это из-за славы мы так много получаем? Еще плюс 7. Да мы сейчас так разбогатеем. Давайте тогда еще ангел-хранитель. Вторая попытка дает возможность переиграть любую карту случая. Попросить припасов. Еще 7. Пища 3. Сейчас еще пища... Золото плюс 7. То, что две одинаковые карты дали. 66 пищи, 64 золота. Круто. Может еще раз исследуем вот эти земли? Интересно. То есть, вот эти все карты, они повторятся, да? Получается так? Нет, давайте не будем затягивать запись. Войдем все-таки в башню. Генерал Хардвик машет вам, чтобы вы подошли. Как только вы подойдете до безопасного пролета, вернитесь и расскажите, что вы видели. Дохранить вас создатель. Добавляет он угрюмо. Вы доходите до первого пролета и первой двери. Как и говорил Хардвик, у двери нет ручки, и ваши попытки распахнуть двери пинком ни к чему не приводят. Рядом с ней стоит каменная горгуля с протянутыми лапами и раскрытой пастью. Положить 20 единиц пищи в ее лапы. Вы слышите скрежет древних механизмов в стенах и дверь без ручки распахивается. Вы входите, но как только эстрелла пытается последовать за вами, глаза горгуля загораются красным светом, и дверь захлопывается. То есть, мы идем без эстреллы. Никакие толчки не способны открыть ее, единственный путь это наверх. Вы поднимаетесь по лестнице, готовясь к тому, что вас может ждать. А нет, эстрелла зашла с нами. Тогда все нормально. Так, где сейчас ловушки воду, да? Если там будет золото, я согласен. Или пища. Золото и пища. Как ты меня задел? А, багованная игра. Так, откуда-то там поворкнуться-то лучше. Ой-ой-ой. Ну нахер. Еще три. Выдохнув с облегчением, вы выходите с этого этажа с ловушками. Рядом с выходом каменный рычаг, сияющий серебристым светом. Вы рискуете и нажимаете на него. Лучше серебристого света проходит сквозь вас. Вы ощущаете странные чувства в коленях и смотрите в ошеломление, как ваши монеты превращаются в печеную картошку, а ваши запасы еды в серебро. То есть у нас еда меняется золотом? Да. 69 еды, 52 золота. Вы задумаетесь над тем, нет ли последовательности в магии серебряного света. Опять серебряный свет вот этот. Блин, если я когда-нибудь поменяюсь, ну, либо золото, либо пища на 121 славы, то будет круто. А, нет ли последовательности? Так, в этом, наверное, какая-то загадка скроется. Сначала у меня золото поменялось со славой. Теперь пища с золотом. Дальше, наверное, будет золото... Ой, пища со славой. Ну, как-то так. Нажатие на рычаг обезвредило ловушки. Теперь проход сюда безопасен. Кто живет на вершине этой башни? И почему это кто-то пытается остановить вас? Лестница закручивается по спирали вверх в темноту. Поднимаясь по лестнице, вы проходите слабо освещенный пролет. Пустой. Не считая грубо вытесненного каменного медведя, сидящего в центре. Проигнорирует медведя, продолжая подниматься. Подойти к статуе. Вблизи вы видите, что глаза статуи так глубоки, что кажутся темными бездонными колодцами. На ее рыле что-то начертано. Я посмеялась, и она прокляла меня. Я так долго шла, чтобы найти ее плача. Я чувствовала ярость, когда она поцеловала своего возлюбленного. Даруй мне лик моего последнего часа. Сделать счастливое лицо, сделать грустное лицо, злое лицо. Проигнорируйте медведя и продолжу подниматься. Хм... Если посмеяться, она проклясть нас. Если... Долго... Так, я долго шла, чтобы найти ее плача. Я чувствовала ярость, когда она поцеловала своего возлюбленного. Хотя сделаем грустное лицо. Статуя рассыпается в прах у ваших ног. Вы не находите больше ничего интересного на этом пролете. Вы идете к вершине башни и подходите к еще одной двери без ручки. Лезгоня лезвий говорит вам, что за дверью скрываются новые ловушки. Рядом с ней еще одна каменная горгулья. Помня о своем обещании, вы отправляетесь назад, чтобы отчитаться перед генералом Хардвиком. Вы рассказываете генералу Хардвику о том, что вы видели у башни. Он отмечает это и отпускает вас. Вы у башни. Давайте исследуем местность сначала, да? Нет, я не смогу забрать этот жетон. Потому что нет у меня артефакта. Надо же. В задание с ловушками я добавил еще больше ловушек. Ну это полегче. Возьмем золото. Короче, лучше славу, золото и пищу держать наравне. Потому как они меняются. Куда лучше пойти. Блин, слева забыл, что-нибудь есть, нет? Ой, ну нахер. С этой дебильной камерой. Искатель приключений, который ограничен углом обзора. Ну это вообще что-то с чем-то. Я понимаю это в силу особенностей движка, но блин. Хотя бы в этом испытании можно было сделать 360 градусов. В принципе, как и во всех. Постараться хотя бы. Пища 3. И еще плюс 7 золота. Круто. Эстрелла улыбается. Она не очень-то жалует гостей за ней. Да-да-да. Нафиг нам надо читать, если мы все равно провалили это испытание. Ни хера себе, мы попали на золото. Как только огонь начинает разгораться под вашими ногами, старейшина в деревне спешно выходит из толпы. Постойте, мне было видение, что эта наемная особа спасет нас всех от великого рока. Толпа шепчется между собой и вас освобождает. Перед тем, как вы покидаете дерево, старейшина хватает вас за локоть и хлопает вас по лбу. Благословляя. Ну, ни хера себе. Лекарство Симонии. Прибыль. Если у вас 0 золота и 0 пищи в начале новой карты, вытаскивается 4 прибыль карты. Затем карта сбрасывается. Ну, нам такое, я надеюсь, не светит. Серебряный олень попытаться приблизиться к оленю. А-а-а, может быть... Давайте приблизимся к оленю. У нас теперь и того, и того дохерища. Славы слишком много, давайте поменяемся. Давайте покормим его, потом погладим. Так, вы ощущаете странно, что в коленях вы видите, как ваш запас еды превращается. Это свежеиспеченные овощные пироги. Это странно, но вы чувствуете, как ваша дурная слава меняется. А-а, вот как. У нас теперь 125 пищи. Охереть. Ха-ха-ха-ха. Вот я говорил, пищей слава сейчас будет. Я был прав. Ладно. Беднянская болезнь. Вот сейчас еще заработаем всякого. Я думал, вначале нам не везет, но... Я ошибался. Черт, задел меня все-таки, да? А-а-а! Да ты охерел в добивании? Прервал меня добивание? Черт, меня напрягают эти бои теперь. Ммм, багованная херня. Ладно, ладно. Пища 5. Золото 30. Золото 20. Еще плюс 7 золота в конце. Так, давайте зайдем в бивак. Смотрим, что здесь есть. В снаряжении кольцо игрока. За сколько? За 30? Вот как раз возьмем его. Купить еду за сколько? Ну нахер. Удобная слава. Сейчас маятник будет опять. Давайте переделаем. Очень неохота здоровья терять. Дебильный маятник. Награда Ягмри. Избирательность после 4 бои против имперца вытаскивает 4 карты. А, 4 прибыль карты. Но это против имперцев. Имперца нам не так часто попадается. Опять озадаченный вор. Черт. Блин, ничего на карты нет. Только вот это. Блин. Нихера себе нам повезло. Еще плюс 40 золота. Как задолбал-то. Тут маятник. Так, у меня только один шанс. Потому что стрелы нет. Как ты меня бесишь, игра. Как ты меня бесишь. Сейчас давайте покушаем на биваке. Установим здоровье. Сейчас за этих придурков еще прибыль. Четыре удара и сдох, да? Блядь, я же нажал, тварь. Мне уже кипит от этой игры. Давайте пивак покушаем. Не, еда так же дорогая. Благо еда позволяет покушать нормально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что залагала игра. Ладно. Да мне везет. Следим за успехом. Все равно один хрен не уследил. Опять против Огра. Ну, хотя бы теперь у нас есть эстрелла. Так. Ладно. Черт. Давай-давай, пизди его. О, наглушила его. О, вот это нормально. Черт, как-то так. Астрелла, давай-давай, бьем его. За добивание вот этим оружием плюс пищу не дало. Ну окей, ну окей. Снаряжение. Кольцо концентрации. Пища 3. Жизнь 25. И слава 4. Пойдет. Давайте войдем в башню. Так, опять в ловушке. Так, вон там жизнь, да? Значит, туда пойдем потом. Из-за 5 золота мы вон туда пойдем. Тьфу, да? Тьфу. Так. 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 пока что все неплохо еще приспит пища блин идти за жизнью или нет давайте сходим ой как хорошо получилось то и раз мы сейчас окажемся на новой локации надо надо устроить бивак и что-нибудь купить пища плюс 10 так вы ощущаете странные чувства в коленях и видите как ваши монеты растворяются их место занимает другие монеты это странно но вы чувствуете как ваша дурная слава меняется бле 93 монеты дурная слава 151 ok теперь нам нужен олень чтобы получить 150 одну единицу пищи и и 116 слава так внезапно вы слышите пронзительный виск темный силуэт несется вашу столу в сторону вниз по лестнице ударить его вы достаете оружие бьете ему по голове фигура скатывается вниз по лестнице на свет с тяжелым сердцем вы замечаете печать империи это солдат она возможно одна из солдат хардвика те кто в лагере загорелой и откормленные рыбой но ее лицо осунувшиеся и бледная вы задаете вопросом как долго она была здесь и почему не могла выйти при близком осмотре вы замечаете что солдат без сознания но все еще дышит вы поднимаетесь по лестнице выше и видите что еще одна дверь закрывает проход на следующий пролет рядом с ней стоит уже знакомая горгули с протянутыми лапами вы взваливаете солдата на плечо отправить вниз чтобы отчитаться перед генералом хардвиком возвращайтесь с телом и замечайте что солдаты хардвика необычно суетливы генерал хардвик грубо благодарит вас пока его слота хлопает вас по плечу вы у башни так но эти исследуем земли биван там за снаряжение метка проклятия это нам не надо купить еды да нет нам надо держать и золото и славу и еду на одном уровне и впечатленный фермер сейчас он нам даст пищу чего пища плюс 7 золота должно было быть вот при 7 золота ладно темные переулки тень 3 ужаса 6 убеда ней но ни хрена себе они несут с собой метку проклятия не нахер я лучше с ними сражусь до убьем сначала тень дальше по ситуации будет непросто блин да куда ты целишься ёпты вставая стрелы че ты был читающим села блин че ты был читающим села блин дур constant встава встава кричат и не увидели что я сразу купила ей приказал атаковать она просто присела давайте открывать сундучок на кости выпали банда головорезов успех повезло не против маленьких сразимся это будет еще два огра допустим у меня был прошлый раз один маг и огар но это жесть черт начал заваришь их надо я же уворачиваюсь да блин опять ударил когда я делал добивания что не так с этой игрой просто в полете изменил траекторию даром уже есть просто блин долгое долгое вообще испытание ладно магичка вот это одно честь снаряжение конечно пожитки колбьер наберем уличный боец давайте с имперцами сразимся 5 мушкетера значит давайте по ловушке используем что и Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. еще одна часть снаряжения из двух. Конечно, берем. Давайте возьмем проклятие. Дело. Попросить припасов. Еще пять. Еще три. Да мне легче припасов просить, потому как мне за припасы еще... За два припаса, то есть за две карты прибыли, пищи, мне еще золото дает. Ну, то есть это двойная прибыль. Давай исследуем дальше вот эти. Чудище из легенды опять. Вот здесь большой успех. Отлично. Пощадим его. Блин, знал бы еще какой-нибудь доспех на карты взял. Спунтик нуждается в оживлении перед началом каждой карты. Это вроде хреновое был к славе линии. пищи. Пища пять и еще плюс семь золота. Супер. И еще пища. Там, как у нас, большой успех. Забытые грезы. Какую карту мы еще сейчас откроем? Бедняцкая болезнь. За нее мы получим ресурсы. А вот эта... Ну, давайте бедняцкую болезнь. Так, ставка хреты. Золотая стойкость дает 50 золота на одной карте, чтобы получить плюс 20 максимальная жизнь. Затем карта сбрасывается. Еще одна пьяная ночь. Давайте соберем всякую дичь. Блин, карта с ловушками. Испытание с ловушками. Я еще карты с ловушками взял. Так, помогут только я. Так, там золото. А не сможем спуститься? Да, вроде там лестница есть. Так, тогда... Блин, что там слева-то? Слева одна карта золота. Так, давай. Ой. Блин, вот эти штуки я не знаю как перепрыгать без потери здоровья. Так что, ну нахер. Нам и так сойдет. Управление не самое удобное. Угол обзора хреновый. Так что пойдет. Слушайте, да мы в этой... В этой карте, в этом испытании вообще в ресурсах купаемся. Еще сейчас. О, Джаггернаут. Вот это прикольно. Плюс недуг. Черт поймал, да? Ну так и будем. Копим комбо. Постой. Плюс давай. вот и все какое нудное испытание это всего лишь второй этаж башни берем золото берем, берем, берем нам главное все держать на одном уровне потому что это нахер все меняется уже у нас 175 175, 176 ну нихера себе если накопите больше напишите пожалуйста в комментариях сколько у вас было так давайте подниматься генерал Хардвик машет вам чтобы вы подошли как только вы дойдете до безопасного пролита, верните знаем, знаем так вы карабкаетесь на вершину башни с беспокойством проходя отключенные ловушки пока не доходят до следующей горгулей и преградающим вам путь вытянутые лапы горгулей ожидают вашего поношения положить 20 дней пищевые лапы вы слышите скрэш? да 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 и снова ловушки наши любимые ловушки уже более часа играем да мне лучше оттуда пройтись там безопаснее блин это одно из самых легких испытаний просто долбишь кнопку ААА кувырог так вы ощущаете странное чувство в коленях и смотрите в ушеломление как ваши монеты превращаются в печеную картошку а ваши запасы в серебро ну ладно вы задумаетесь над тем нет ли последовательства магии серебра света нажати на рычаг обезвредила ловушку да? конец уже близок или нет? лестница закручивается по спирали вверх в темноту поднимаясь вы видите все больше и больше плюща пробивающегося сквозь кладку башни вы доходите до следующего пролета и в удивлении открываете рот каким-то образом из камня растет огромное дерево оно выглядит древним запрокидывая голову вы видите что ветви уходят далеко вверх она тихонько раскачивается хотя ветра здесь нет ветра здесь нет не обращайте внимания на странное подземное дело нет 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 забраться наверх нам все интересно вы хватаетесь за ветку и подтягиваетесь наверх карабкаясь по веткам вы снова чувствуете себя ребенком приглушенный свет сияет сквозь листво озарея башню уютным сиянием свисая с ветки вы замечаете грушу сияющую знакомым серебристым светом давайте съедим грушу груша хрустящая и сладкая липкий сок обволакивает ваше горло и вы начинаете давиться да ладно вы ощущаете странные чувства в коленях видите как ваша запаса превращается свежеспеченные овощные пироги это странно но вы чувствуете как ваша дурная слава меняется вы задумываетесь над тем нет ли последовательства может еще грушу съедим а что будет интересно ну минус жизнь понятно а что поменяется теперь пойдет давайте слезем с дерева так новая карта вы рассказываете генералу Харвику о том что увидели башню да 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 давайте опять исследуем всю местность да дева хочу припасов в принципе нам уже можно не исследовать ничего а сразу пойти так как с ресурсами у нас все в порядке да давайте так и сделаем иначе это видео уже так затянулось войти в башню вы возвращаетесь к башне видите что имперский лагерь опустел выругавшись вы понимаете что генерал Хардвик и его солдаты решили подняться на вершину башни если они найдут чародейку они убьют ее магам всегда приходилось справляться со страхом чтобы покончить с нами узурпатор учредил инквизицию но до сих пор не преуспел хотя голодные горгули не преграждает вам путь ловушки снова заряжены стиснув зубы вы снова входите на первый этаж с ловушками вам нужно дойти до вершины башни пока еще не слишком поздно так стиснув зубы будем пробираться через ловушки окей окей ну нахер не будем не будем рисковать все подбирать это золото и пищи у нас достаточно копить здесь больше не имеет смысла у нас все одинаково не тратя времени вы поднимаетесь по лестнице на следующий этаж с ловушками еще один этаж с ловушками хо хо блин она же так там сдохнет ну окей мне легче будет здесь спуститься давайте возьмем жизнь плюс 20 жизни круто и в конце я думаю мы будем сражаться с империей чтобы защитить этого мага ну окей эх всегда бы столько пищи попадалось тяжело дыша вы продолжаете подниматься на третий этаж с ловушками он последний вы собираетесь силами и бежите сквозь двери так еще одни ловушки отлично так и было задумано за дверью вы снова поднимаетесь к следующей горгуле проход свободен дверь распахнута вы проходите сквозь нее но она не ведет на следующий этаж с ловушками вас обдает холодным ветром вы снаружи и сильный ветер толкает вас из стороны в сторону если бы вы упали вы бы не выжили лестница ведущая наверх к вершине огибает башню вы достигаете вершины башни видите связанную женщину в мантии генерал хардвиг держит у ее шее меч генерала встали в его глазах нет жалости а когда он смотрит на вас только дикий ужас назад вас развратила грязная чародейка противоестественная опасная дрянь его голову звучит пронзительно он поднимает меч чтобы нанести смертельный удар вы бросаетесь вперед и отражаете его удар начинаем схватку неужели мы прошли это испытание ух одно из самых нудных генерал хардвиг пользуется уважением солдат семьянин любит рыбалку скоро один из вас умрет командире наносит урон по области трубе оврок используйте уклонение чтобы по вам было сложнее попасть на те ловушки сука вот сюда ловушки еще а 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 стрелок Чё, тебя оставить? На те ловушки. Добивай. Давай, скинь его с башни. Ну ладно. Раз ты оставляешь это мне. Башня. Спасите чародейку. Вы развязываете старую чародейку. Её глаза сверкают, когда она смотрит на вас. Вы убьёте его. Спросить, кто она? Спросить про императора. Спросить, кто она? Я чародейка на вершине башни. Похоже, больше об этом она ничего не скажет. Вы развязываете старую чародейку. Её глаза сверкают, когда она смотрит на вас. Вы убьёте его. Спросить про императора. Император? Она облизывает пересохшие губы. Он так теперь себя называет? Чародик раздражена вашим непониманием. Игра жизни и смерти, девочка. Теперь он ей управляет, и земля страдает от этого. С север пылает, крестьянам приходится покидать свои дома и скитаться, пока они не мрут от голода. Неужели ты не знаешь о кораблях с рабами, идущими на юг? Они полны его собственных детей. Он заставит мир подчиниться силой, если нужно. Она смотрит на вас и говорит тихим голосом, и он хочет убить тебя, жнец, этот Хардвик. Да, да, Чародика хватает его за руки. Он хочет отрубить тебе голову, содрать тебе кожу и сжечь тебя заживо. Но ты ловко уворачиваешься от него на каждом шагу. Неужели ты не чувствуешь этого? Земля протестует против его железной хватки. Чародика воздевает руки к небу, в котором слышится гром. Верховная жрица скоро сойдет с горы верхом на великом звере. Она – последняя надежда ее людей. Маги затевают беспорядки. Увидание становится все сильнее с каждым днем. Скоро сами моря станут багровыми. Этому не будет конца, пока он не умрет. Она вытягивает шею и смотрит на вас подозрением. Что ты сделаешь, если столкнешься с ним? Сказать ей, что вы собираетесь победить в игре жизни и смерти. Сказать, о чем она говорит. Спросить, о чем она говорит. Давайте скажем ей, что она собирается победить в игре жизни и смерти. Она смотрит на вас изучающе. Ничего хорошего из этого не выйдет. Человек не должен управлять игрой. Прислушайся к этим словам. До Калоса был кто-то еще и до него. И до этого человека тоже был кто-то. Ее сухие морщинистые руки хватают ваших... Поклянись, что если до этого дойдет, ее глаза чернее ночи. Разбей его. Сожги трон. Раскали игру пополам, чтобы больше никто не смог сидеть за столом. Серебряная монетка. За достижение последнего акта истории чародейки. Серебряный олень. Кольцо фей. Мистический остров. За достижение последнего акта истории чародейки. Второе дыхание. За достижение последнего акта истории чародейки. Шлем охотника за головами. Сокроващие бродяги. Амулет повара. Клинки убийцы. Золотая монетка. За подъем на башню чародейки. Не впечатленный фермер. А задаченный вор. И Демонесса Аре. Уф, мы прошли это испытание. Ладно. Уф, уф, уф. Долгое, нудное испытание. Ну что ж. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки. Пока.